Привет, мои принцессы и принцы! С вами дедушка Павел. Сегодня один читатель написал мне в инстаграм, в директ, и спросил Павла, когда же будет вторая часть продолжения видео о тревожном неврозе. Я, честно говоря, с одной стороны, наверное, запишу специальную вторую часть, специальный проект о тревожном неврозе, но я ответил ему, что все мои видео — это и есть так называемая вторая часть продолжения истории о том, как стать счастливым, здоровым, избавиться от тревог и переживаний. Я думаю, что вы давно уже догадались, что мой новый образ, мой новый стиль — это то, о чем я говорил в одном из самых первых видео о тревожном неврозе. чтобы перестать переживать, болеть, нужно сделать кардинальные вещи, изменить свой образ жизни. Вот был у меня выбор — либо оставаться с тревогами и с тревожным неврозом, с паническими атаками, либо успокоиться, расслабиться, стать счастливым человеком. Но, избавившись от тревожного невроза и панических атак, соответственно, я, конечно же, не избавился от всех проблем. Поэтому много моих видео о моих терзаниях, о моих переживаниях. И сегодня я хочу поговорить с вами об этом. Начнем с того, что я хочу задать вам простой, но очень важный вопрос. Какая ваша цель в жизни? Подумайте. Какая твоя цель в жизни? У вас есть время? Подумали? Ну-ка, давайте сверимся с нашими взглядами. По моему мнению, цель в жизни — это быть счастливым, стать счастливым человеком. Все просто. Но вопрос остается, что по-вашему счастье? Но, по крайней мере, когда мы определились в цели, то уже, мне кажется, намного легче решить остальные вопросы. У меня еще к вам будет вопрос. Как вы считаете, какая ваша миссия в жизни? Подумайте. Сформулируйте сейчас одним-двумя словами, какая ваша миссия в этой жизни. Готово? Если есть какие-то у вас сомнения или непонимания, ну, для примера, есть компания IKEA. У них есть определенная миссия — сделать товар доступным, недорогим, качественным. Ну, из этого исходит все, да? И цена, дизайн, материалы. Понятно, что это не лакшери, это не барокко, не рококо, не золото. Но они довольно-таки счастливы и успешны, потому что у них есть определенная миссия, и они следуют этой миссии. Еще одна подсказка. Я считаю, что для того, чтобы миссия помогла вам стать счастливым человеком, она не должна быть зациклена только на ваших интересах, потому что я считаю, что у миссии должно быть все-таки некоторое значение, которое говорит о том, чем вы можете быть полезными для общества. Что вы можете дать обществу? Потому что если вы лишь только зациклены на своих интересах, то вы не будете интересны окружающим, да? И наверняка не будете счастливыми людьми вследствие этого. Ну, например, у вас есть Инстаграм, и вы там говорите, вот я такой там крутой, да? Вот у меня красивое платье. Вот я такой красивый. Вот я такой богатый. Ну, по крайней мере, мне будет скучно смотреть этого человека, потому что, на мой взгляд, мы все заходим в социальные сети для того, чтобы найти что-то для себя, что нас вдохновляет, что нас развлекает. В общем, согласитесь, что мы, каждый из нас, хотим найти что-то свое. Если вы уже готовы ответить, отвечайте. Настала моя очередь. Я могу сформулировать свою миссию так. Я делаю бренды красивыми, а людей счастливыми. То есть я как дизайнер работаю с брендами, делаю красоту, делаю логотипы, фирменный стиль, концепцию для бьюти-продуктов, да? Это я вкладываю в понятие делаю бренды красивыми. Я делаю людей счастливыми. Это, в принципе, как и первая моя ниша, так и ниша, которую вы сейчас наблюдаете. Это мои видео, мой влог, мои блоги, мои видео-шоу-проекты. Я обращаюсь к вам, и мне кажется, что вам это интересно, и вам это помогает. Поэтому я повторю. Я делаю бренды красивыми, а людей счастливыми. И теперь, если вы ещё не готовы сформулировать миссию для себя, то, я думаю, вам это будет проще после моего примера. Зная цель в жизни, зная, для чего вы живёте, зная свою миссию, вам очень легко будет стать счастливым человеком, успешным. Поэтому желаю всем расслабиться и быть счастливыми людьми. Вот такие мысли у меня. Я вас люблю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok